Нама-ум-бишну-багай Прабу-нип-тянам-да Я полагаю, что все, кто собрались здесь, знают, что мы здесь делаем, чем занимаемся. Я имею в виду здесь, в этом холле, не в этом фестивале. А не на фестивале, на всем в целом. Дорогие предновы, мы будем немножко подвинуться поближе, там еще подходят почнавы, чтобы вам хватило места. И, пожалуйста, переведите свои мобильные телефоны в бесшумный режим. Я постараюсь сейчас в нескольких предложениях вкратце изложить суть моих попыток и ожиданий от этих встреч. Цель вот этих встреч, на которых мы отвечаем на вопросы, заключается в том, чтобы подчеркнуть понимание вайшнава важной санхи. Как я уже много раз говорил до этого, для меня очень больно видеть, когда преданные приходят сознание Кришны, и потом, по каким-то причинам, так или иначе утрачивая веру, процесс уходит из Него. И какие бы усилия мы не прилагали, чтобы это предотвратить, конечно же, будут те, кто приходит в наше движение, также будут те, кто из Него будут уходить. Можете верить или не верить, но даже когда Шрива Прабхупада присутствовал на планете, люди присоединялись к нашему движению, также были те, кто из Него уходили. Поэтому это не какой-то новый феномен. Это не последняя эволюция, как результат Прабхупада. То есть, то, что это происходит, то, что из нашего движения уходят люди, не является следствием того, что Шрива Прабхупада ушел из этого мира. Иногда люди присоединяются к нашему движению, и здесь остаются в этом движении ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы получить посвящение, потому что истинным мотивом их в присоединении к нашему движению было именно получение посвящения. Но, как мы часто подчеркиваем, посвящение не является концом усилий на пути предного служения, а началом. И если мы питаем в себе такое неправильное представление о том, что такое посвящение, и что посвящение является как бы венцом всех наших усилий, тогда мы обязательно столкнемся с трудностями в нашем духовном росте. Потому что, как мы объяснили на первом день, он подчеркивает точность необходимости преодоления. Вот это, слушание воспевания, которым должны прилагать усилия, нужно этим заниматься в обществе преданных. Сегодня утром у нас была беседа с одним очень старшим преданным, и я делился с этим преданным признательностью за проведение таких фестивалей. Но, на другой стороне, я немного опасен, что фестивали так красивые, что люди будут думать, что Кришна-конченность означает, чтобы идти от одного фестиваля к другому фестивалю. Но меня также тревожит то, что у людей, из-за того, что в фестивале такое приятное времяпровождение, у них складывается представление о том, что сознание Кришны означает жить от фестиваля к фестивалю. А промежутки между фестивалями заполняются борьбой за выживание в духовной жизни. И, может быть, даже хуже еще, не просто борьбой за выживание, а полной утратой решимости на этом пути. И люди просто стараются удержаться на плаву до следующих фестиваля, в их промежутках. Но сознание Кришны подразумевается, что это фестиваль каждый день. Однако иногда в промежутках между большими фестивалями нам не удается жить в таком фестивальном духе каждый день. И поэтому я отношусь к этим встречам, которые мы проводим, как возможно, напомню всем нам о необходимости общения не просто с духовным учителем, но и также с другими, с теми, кто духовный. Учителя представляет. И я думаю, что на этом моменте я должен объявляться, что заводители, которые сидят здесь, они не единственные заводители, которые там находятся. Я хотел, воспользовавшись этим моментом, подчеркнуть, что вот те старшие ученики и преданные, которые сидят на стуле, они не единственные, конечно же, потому что их очень много, но просто у нас недостаточно дней для того, чтобы всех пригласить по очереди сюда. И мы хотели бы, чтобы каждый и каждый из вас стали такими старшими и преданными. Это моя надежда. Чтобы вы не просочились сквозь трещины в полу куда-то. Вот это моя надежда. Прабхат said, you know, that if you take many pieces of straw, you bundle them together, it's very difficult to break. But if you take one piece of straw, it's very easy to snap. So, this is an effort to create more of an awareness of the importance of association around Krishna-катхи. И поэтому мы долагаем усилия к проведению таких встреч, чтобы напомнить о важности общения на основе или на фундаменте Krishna-катхи. И также на основе моих наставлений, которые даю вам на протяжении многих лет, в своих лекциях, письмах и в книгах. Которые я стараюсь давать так, чтобы преданным они помогали оставаться в сознании Кришны. Я вкладываю туда свою веру, в силу, в Святое Имя. Вера не означает просто веру в могущество, но мы также должны быть веру в силу и в силу, в силу и в силу. Святого Имени в моей индивидуальной духовной практике. Но это означает, что мы также верим, что Святое Имя может помогать другим также возвышаться духовно. В этом заключается наше служение Святому Имени. Поэтому я верю в то, что если вы будете просто оставаться в обществе преданных, если вы будете продолжать повторять Харе Кришна, а также заниматься слушанным воспеванием славы Кришны в обществе преданных, то вы все останетесь старшими преданными. И постепенно, по мере вашего роста в духовной жизни, все то, что необходимо вам для достижения совершенства духовной жизни, вам откроется само. Потому что в этом заключается могущество Святого Имени. Это небольшое введение или краткое изложение предыдущих серий. Можно было бы целую лекцию перепрочитать, но я хотел бы, по крайней мере, задать тон нашему обсуждению и начать с этого. И я прошу вас также, когда вы сейчас все разобьетесь по группам, будьте обсуждать вопросы, которые прозвучат. Пожалуйста, старайтесь строить ваше обсуждение вокруг тех наставлений, которые я вам дал, и которые относятся к этим вопросам. И, конечно же, наверняка вы сможете найти ответы на эти вопросы, которые прозвучат и которые вы будете обсуждать в различных священных писаниях, а также в утверждениях других ваше. В этом нет сомнений. И, конечно, нельзя их исключать из обсуждения. Но мы стараемся здесь, на этих встречах, помочь преданным находить ответы на эти вопросы в тех наставлениях, в лекциях и в других источниках, которые я уже дал. А также в личных наставлениях, которые я дал преданным. И я также прошу наших старших учеников, которые сидят здесь, когда будете выступать вы, чтобы вы в своих выступлениях также касались тех ответов на вопросы, которые прозвучат до вас. Если вы, например, заметите в тех вопросах, услышите в тех ответах на вопросы, которые прозвучат до вашего выступления, что-то, что правильно было, пожалуйста, подчеркните то, что прозвучало правильно. И если вы почувствуете или услышите, что что-то было сказано неправильно, то также это отметьте и исправьте. Хорошо? Хорошо. Okay. So, I'm going to start with a question. Давайте мы с вами разобьемся на группы, дорогие преданные, пожалуйста. У вас 30 секунд вам на то, чтобы повернуться кому-то из близ сидящих Пайшнала. И небольшие группы, чтобы вы могли в этих группах комфортно обсуждать вопросы, которые будут изучать и которые будут выбирать силы неранжетного. Хорошо? Хорошо. 30 секунд. У всех есть группы? Кому нужно еще время, чтобы найти с кем обсуждать? Все наши, да? Спасибо. So, я не знаю. И сегодня мы выбрали две темы для обсуждения. Это садана и святое имя. Я у меня вопрос. Я не буду начинать. Я не следую. Как правильный способ слышать о Кришне, чтобы он был свободен от материальных отношений? Избавиться от материальных привязанностей. Как правильно слушать о Кришне, чтобы избавиться от материальных привязанностей? И, пожалуйста, дорогие ващнавы и сидящие в аудитории, сидящие здесь на скамье старших преданных, обсуждайте это в связи с наставлениями, которые вы получили с Шенниранжи Махаража в первую очередь. Будем ожидать от вас услышать ответы на этот вопрос. Три минуты. Окей. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. 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 Осталось 30 секунд. Время подошло к концу, дорогие преданные. Напоминаю еще раз, что ваш ответ в идеале должен начинаться начинаться со слов, что вы, Гура Махараж, говорили и дальше написали. Время подошло к концу. А он решили意? Вот он позже, что вы подтвердили will naturalism, которые & some who answered answer. Так что мы нашли у address, ради Lunar Moon. Вкусы есть? Ответы есть? Извините. Тыecу到了? Мар Flight 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 Driver, мы можем передавать, чтобы поднять все, как нужно, чтобы передавать все. Сейчас ongoing, чтобы передавать, чтобы так сделать, поэтому будет тяжело. Какой температуры, зачаст....... скорость. А хотя бы не было lasting. Ответ у нас такой, что мы должны передавать нас в этом наставлении. И также мы должны слушать Иисус чистых преданных и развить вкус к святому имену в обществе преданных, обсуждать это. Это не так. Дело не в этом. У меня было металл, взрослый. Есть наводка. Окей. Это Йога Майя? Это Йога Майя? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 которые которые можно привести очень высаживая не тем гриндашность сочетаться там колено на стирке на бога вами с этой кредитности к старой песни чего бага в этом можно слушать это сферы то что нам это надо нам это это поможет нам на нашем духовном пути садхая сферы и нитьям постоянно то есть и как гуру махарач в одной из своих лекций он говорил что если мы не можем постоянно заниматься практикой духовной то нитьям здесь подразумевается регулярно то есть хотя бы раз или несколько раз день то есть каждый день регулярной основе мы должны дарить время на то чтобы слушать и кришне и и следующий это гриндашность очистить там мы должны пытаться принять в это знание которое которое который мы слышим в лекциях нашего два в этом поле кришне катхи принять это знание свое сердце это пытаться понять какие уроки верховный господь хочет дать нам в игре кришне и насколько это актуально для нас в нашей жизни далее очень важный момент был сказан о том что мы должны слушать из чистого источника и об этом очень много говорится в бхагаватам не выйдет это шарю баги и монаха что мы должны слушать человека который свободен сам от материальных желаний или же как одна из мата же она подчеркнула что по крайней мере должен быть человек который свое смирение понимает что он не квалифицирован говорит на тему шарю бхагаватам и он делает это как служение делает это не с высоты своего положения лектора шарю бхагаватам делает это как служение ваш нам тогда кришна через него проявится тогда это тоже можно считать чистым источником хотя у него могут доставаться какие-то материальные желания далее важный момент который тут само настроение слушая щена багаватам и слушание кришна катхи то что мы не просто рассуживаем это но мы случаем этим повествованиям то есть это должно быть настроение сужений мы используем и ради того что просто наслаждаться кришны катхой и даже не ради того чтобы изваясь от материальных желаний это второстепенная цель потому что сам результат слушания Кришна-кадхи в правильном настроении, автоматически все вот этот анарх-нигрити придет, когда мы будем слушать это правильное настроение. Как только у нас появляется мотив, что мы слушаем ради того, чтобы избавиться от материальных привязанностей, это уже нечистый мотив. И могущество Кришны-кадхи оно полностью может не проявиться. То есть наше главное настроение, то что мы служим Кришну-кадхи, мы служим повествованием о Кришне, мы пытаемся развить свою позитивную привязанность к Ирфовному Господу и парамудричствование Благодаря позитивной привязанности автоматически уходят какие-то негативные вещи из нашего сердца. И третья вещь, которая не была сказана, вот здесь вот среди всех вот рассказчиков, это то, что мы должны служить тем личностям, которые рассказывают всем Бхагаватам. Благодаря служению тем личностям, вот это вот образуется определенная связь между рассказчиком и слушателем. Тогда вот Кришна-кадхи сможет по-настоящему найти его наше сердце. Поехали. Спасибо. Я удовлетворял. Я часто использую эту цитату из повествования, беседы между Господом и Господом. Я часто говорю об этом, что происходит. Что происходит? Микрофон? Хорошо. Хорошо. Микрофон? 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 Мы начинаем слушать те вещи, которые поддерживают наши привязанности. Поэтому мы должны знать, в чем заключается анардхия. Мы должны научиться различать одно от другого. И, как мы сказали уже, Господь Читания подчеркивает это в своих наставлениях Рупы Госвами. Следующий вопрос. Большое спасибо за все ваши ответы. Вопрос. Даже если мы следуем всем правилам приписания, у нас есть склонность к самодовольству. И мы не стараемся двигаться глубже в нашем сознании Кришны. И каким образом можно предотвратить такое самодовольство в нашей жизни? Понятен вопрос? Давайте я повторю еще раз. Даже если мы следуем всем правилам приписания, у нас есть склонность удовлетворяться своим положением и не стремиться идти глубже в сознании Кришны. Как можно предотвратить такое самодовольство в нашей духовной жизни? Понятен вопрос, да? Три минуты. Окей. Продолжение следует. 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 гору, ничего не оставляя себе. А также мы всегда должны пресекать такой момент, что самодовольствие или гордость это тот проломбасура, который нас тянет. Мы должны всегда сходить с него. Мы все должны отдавать нашему гору. Мы ничего не имеем, мы ничего не заслуживаем. Саза слуга только относится к гору. Самодовольствие всегда нам пресекать, слезать с проломбасура и всегда принимать слуга, слуги, слуги. Как можно прекратить самодовольствие? Читать книги Прадхупады в обществе преданных и обсуждать их также с ними систематически и регулярно. Есть еще шесть видов развития отношений между преданными. Два из них это делиться с окровенным и слушать о сокровенном чтобы быть искренним. Один еще. Баба, баба. Это из группы или просто твои? Это ваша. Пожалуйста. Мы обсуждали. И я, может быть, немножко добавлю еще. Необходимо всегда осознавать свое подчиненное положение. Если мы осознаем свое подчиненное положение, понимаем, что наши заслуги здесь нет. Все происходит по милости духовного учителя. Много сказанного. А также мы обсуждали пример, который вы рассказывали о том, как Чиле-Краукады вдохновлял вас на служение 24 часа в сутки. Полностью осознавая свое подчиненное положение, вы не было места ни для гордости, ни для усмодовольствия. старшие преданные могут сделать изложение этого цены кто-нибудь из вас. Первое это то, что мы должны видеть живой пример преданного, который даже находясь много лет в сознании Кришны и долго следуя правилам и предписаниям продолжает с большим энтузиазмом совершать служение и совершать садхану. То есть стремиться к совершенству. То есть его пример, его личное желание, горячее желание прогрессировать сознание Кришны. Это первое. Второе это то, что мы должны слушать о таких примерах из священных писаний Шриман-Бхагаватам и других книг, в которых описывают примеры преданных, которые предлагали очень большие усилия для того, чтобы достичь совершенства жизни. И эти примеры они очень сильно также могут нас вдохновить, не быть самодовольными и продолжать. Третье то, что хочется сказать, ну, это я скажу. Всегда примеры такие есть, примеры такого настроения есть. Если мы не видим таких примеров, то мы должны заглянуть в свое сердце и то есть обязательно примеры такие есть. Мы должны быть смиренны для того, чтобы увидеть такой пример. Потому что по сути дела всегда есть преданные с таким же горячим желанием приоритировать сознание Кришны, но хотим ли мы их видеть. Поэтому мы должны быть смиренны для того, чтобы увидеть такой пример. То есть если таких примеров нет, мы должны заглянуть в свое сердце. Тут еще кое-что. В самом деле я просто хочу сказать спасибо за этот последний пункт, потому что с этим последним пунктом вы спасли меня от того, чтобы сделать этот пункт я себе. спали меня от необходимости сделать комментарий. That's exactly the point that I was thinking I was going to have to make. I was simply going to say we should seek out the association of devotees who are more advanced and if we can't find any, we have a problem. So we should look and try to analyze what is the problem. Okay. Oh, you want to add something? Yes? We can't get rid of our anarth. If we think that I will save of anarth, it is boost and will us save from our spiritual and our and we should just encourage or to 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 that Krishna has to save our our very Хотеть этого. Очень спасибо. Еще есть маленький практический пример премного ученика Гури Махараджа, который по секрету рассказал, как практически это все происходит. Он организовал огромную программу и пришел на Дашину, по секрету сказал, что он пошел на этот Дашину, чтобы Гуру Махарадж его похвалил. Потому что он все организовал, и он и так Махараджу намекал, что я столько-то денег потратил, и смотрел на Гуру Махараджу, на его реакцию. Махарадж никак не реагировал на это вообще. Потом он сказал, что он столько времени потратил. И опять смотрит, и Гуру Махарадж вообще никак не реагировал. И потом он уже последний козырь, я так устал, ну, как бы вот в таком ключе, от этого всего. И Гуру Махарадж сказал, а, самое главное, это то, что очень много людей пришло, плоды. Видите, плоды. И Гуру Махарадж ему сказал коротко, правильно, а я же тут проповедую. Гуру Махарадж. Субтитры сделал DimaTorzok И остаться в этом движении, надо иметь друга Если вы найдете истинного друга, который вам будет говорить правду И вы будете готовы от него услышать, то вы сможете побороть любой анархо Вопрос, который задан неинцерным преданным Вопрос, который задан неинцерным преданным Вопрос звучит так Как уберечь семя бахти на моем уровне это слушание о чистом преданном служении от неблагоприятного И что в этом случае будет неблагоприятно? Еще раз повторю Кто-то не понял вопроса? А что такое бахти? Семя бахти. Как уберечь семя бахти? И в копках задающий вопрос говорит, на моем уровне это слушание чистому предному служению этой семи бахти. То, что неранчный Мара часто объясняет. Как уберечь это семя бахти от неблагоприятного? И что в этом случае будет неблагоприятным? На моем уровне. Понятен вопрос? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Еще хотелось бы отметить, что ведическая литература достаточно разнообразна. И в Шримад Бхагаватам говорится, что существует Кайта Вадхарма. Все, что противоречит принципам чистого Бхагаватам, и начинающим преданным, для того, чтобы уберечь семя чистого Бхагаватам, необходимо избегать слушать и читать то, что относится к разделу Кайта Вадхармы. Вот различные ведические предписания, которые регламентируют карму и также гьяну или мокшу. То есть необходимо сосредоточиться на слушании исключительно чистого преданного служения. И короткое дополнение тоже вот, ко всему тому, что говорилось, Гурмагараж часто приводит пример из Бхакти Веки Бхактионтакуру, где описывается, что вера человека, она подобна маленькой такой нарожденной девочке. И эту девочку нужно защищать, потому что слишком много есть вещей, которые могут ее убить или как-то повредить ей. И вот эта защита, это общение со всеми теми, то есть позитивное общение, общение с людьми, которые олицетворяют вот этот правильный вкус, правильное настроение. И когда мы отказываемся от общения с теми людьми, которые могут каким-то образом своим настроением, своим поведением своей даже Катхой вот как-то навредить нашему вот эту семечку чистой Бхакти. Тогда уже полный ответ, Махараж. Да, получается. Теперь. Есть вопросы, на которые я хотел сам ответить. О, это 14. В вашем семинаре на фестивале Гуранга вы упомянули, что существует анархия, которая проявляется во время практики преданного служения. Могли бы вы объяснить нам, в чем заключаются эти анархии, как избежать их? Я отвечаю, потому что это связано с тем, что я говорил в прошлый раз. Я решил ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос ссылается на то, что я сам сказал раньше, и поэтому я хотел прояснить. А кто-то знает ответ на этот вопрос, что я сказал на этом семинаре? Мы не должны говорить о Тарху Мадуре Кадамгани. Таранга Рангани. Таранга Рангани. Подсказка. Да. Anyway, it refers to... Here are the questions about the... Well, it says anarthas that appear during the practice of devotional service. Говорится здесь о анархах, которые проявляются в процессе преданного служения. But actually Vishwanath Chakravati Thakur explains the symptoms of anishthita bhakti. And anishthita bhakti is that stage where there are many obstacles that are the path of bhakti. Anishthita bhakti означает уровень bhakti, на котором человек сталкивается с разнообразными препятствиями. Which includes Yudhava Kalpa, indecisiveness, Vishayasangara, difficulties with the senses. Включая Yudhava Kalpa, то есть нерешительность, и Vishayasangara, означает привязанность к чувственным наслаждениям. One of them is Taranga Rangani, which means to enjoy the waves of bhakti. Taranga Rangani означает наслаждение этими волнами bhakti, то есть плаваниями волнами bhakti. Because Vishwanath Chakravati Thakur says that because bhakti is all attractive, then a person who actually is experiencing bhakti, he also becomes attractive. And because he's attractive, he can attract things like labha, puja and pratishta. Laba means wealth. Laba означает богатство. People think, oh, just see, he has bhakti. And when the person thinks, oh, this is all coming from bhakti. And when the person thinks, oh, this is all coming from bhakti. So trying to enjoy something that comes as a result of bhakti. Which is, he specifically says labha, which is, but labha means profit, material gain. Laba and Vishwanath Chakravati Thakur упоминают конкретные эти вещи. Laba означает материальный выгода, puja and pratishta. So desire for respect, desire to be worshipped. Stremление к уважению, стремление, чтобы ему поклонялись. So that's specifically what I was speaking about. That these arise even while from practicing bhakti. But this is at the stage of anishita bhakti. Anishita bhakti означает нестабильное предназначение. There's more I could say about that, but I'm not going to give a class on Madhurya Kannamini like that. There's another question here. Every soul has a relationship with Krishna in one of the five rasas. At which stage of bhakti is this revealed and how will it be revealed? Even while serving Krishna now at the stage of sadhana bhakti, can one desire to serve Krishna in a particular mood of service? Is it premature, sentimental? Or can one still desire and go by the mood getting manifested within the heart? The question is that every soul has a relationship with Krishna in one of the five rasas. At which stage of bhakti it is revealed and how it is revealed? Even when we serve the Lord, now on the stage of sadhana bhakti, can one desire to serve the Lord in one of the five rasas? Or maybe this is too much sentimental? Or maybe this is too much sentimental? Or maybe this is too much emotional? Or maybe this is too much emotional? Or maybe this is too much emotional? Well, it's interesting that Bhakti Vinod Thakur speaks a little bit about this at the very end of Harinama Chintamani. After he's gone through all the different offenses to the Holy Name. And he does mention at the end of Harinama Chintamani that when one is actually clear from all of these offenses, and then one can begin at a certain stage to inquire about his eternal relationship with Krishna. And in the end of Harinama Chintamani that when one is already saying the Holy Name of God, then one can understand the certain stage of the Holy Name of God. Like you said, question? You said question? Or did he start... I didn't say question? I didn't say question. I don't know what I said. Sorry, I was coming. He started... Thank you. ... ... ... ... ... This question, at what stage does it become revealed? Вопрос заключается в том, на какой стадии это проявляется. И он планирует в Бхаджан-Рахасия, когда он говорит о священном имени Господь, что на этапе Ассакти, он начинает медитировать. И Бхаджан-Рахасия говорит, что на уровне Ассакти, человек может постепенно начать медитировать на эти взаимодействия. Также Шрабхат Сан-Тхакара объясняет различные уровни Даши, то есть на Шраване Шравана Даса, Варана Даша и Асмарана Даша. На уровне Шравана Даши человек начинает постепенно слушать все взаимоотношения, которые привлекают его сердце, привляются в его сердце. Но самое интересное, что знал, что самый дедикатый следователь Шрабхат Сан-Тхакара, Шрабхат Садданта Садасвати Тхакара, никогда не обеспечивал эти проблемы. Но самое интересное и очень важное отметить в этой связи, что самым верным последователем Шрабхат Сан-Тхакара является Шрабхат Садасвати Тхакара, но он эти вещи нигде никогда не объяснил, не обсуждает. Он говорит о том, что Святой Имя Господа Само проявится. И он даже не обсуждает эту тему, на каком уровне человек может медитировать на свою Сварупу. И, по крайней мере, я не вспомнил это описание, такого рода описание, наставление Шрабхат Садасвати Тхакара. Но он обеспечивал, что в процессе рождения Садского Санского Санского Садасвати Тхакара, что все будет вдруг распространено. И когда это распространено, то есть науковое восстановление или желание слышать о частной эмоции для себя в Садасвати Тхакара, а потом начинается срабхат Садасвати Тхакара. Но он говорит о том, что благодаря постепенному очищению сердце человека проявляет... Продолжение следует... Я отвечаю на вопрос, который задан был здесь. Есть разные слова. В какой степени Асакти Бхакти Винаута Акура говорит о Бхаринам Чинтамани и Бхаджина Рахаси? Некоторые люди говорят о другом степени, но это примерно степени. Это вопрос. Я не думаю, что это реально релевантно, но я просто хотел ответить на вопрос и ответить на вопрос. Вопрос заключается в том, может ли человек желать служить Господу в каком-то конкретном настроении? И является это преждевременно, сентиментальным, или человек должен продолжать служить и следовать тому настроению, которое появляется в его сердце? В большинстве случаев, да. В большинстве случаев, да. Это преждевременно и сентиментально, в большинстве случаев. Потому что человек должен, по крайней мере, подняться в высший уровень Анардха Неврица. Хотя человек может питать привязанность к какому-то конкретному настроению служения. Если человек желает слышать о этих отношениях, он должен слушать о них из каких-то надлежащих источников. Но большинство людей, которые не слушают из надлежащих источников, начинают гордиться этим. И это является указанием на то, что они по-прежнему сохраняют Анардхию. Потому что они думают, что я имею в виду, что я слышу эти вещи. Тогда я преодолевал, и они становятся гордыми. И все равно Анардхия не появилась. Они думают, ну вот я слушаю об этих темах, я уже достаточно возвышен, начинаю гордиться этим. Анардхия является доказательством того, что они по-прежнему находятся, не прошли уровня Анардха Неврица. Потому что Анардха сохраняется в их сердце. В большинстве случаев, это преждевременно и сентиментально. В большинстве случаев, да, это преждевременно и сентиментально, так можно сказать. Вот это ответ на этот вопрос. Я пытаюсь ответить все там. На самом деле есть замечательные вопросы, на которые стоит ответить с другим, но мы дождемся завтрашней встречи. Здесь мы закончим. Анардхия. 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 Субтитры сделал DimaTorzok